Огнеборцев и специалистов пожнодзора в рейде по старым деревянным двухэтажкам сопровождает еще и сотрудник полиции. Потому что цель этого поквартирного обхода не только общение о правилах пожарной безопасности. За последний квартал этого года в данном микрорайоне города произошло значительное количество пожаров. Проведенные проверки органов дознания государственного пожарного отзора установили, что данные пожары произошли по причине поджогов. В ходе данного рейда мы общаемся с людьми на предмет, кто склонен к совершению данного правонарушения. Возгорания снаружи своего дома Иван не видел. Был на работе, но пожаловался визитером на незваных соседей, живущих под крышей. Поднялись, осмотрелись. Квартир там нет, только выход на чердак. Обнаружились следы пребывания людей. Адрес взяли на карандаш. Ветхое и аварийное жилье – это головная боль не только властей, которые должны расселять жильцов, а еще и пожарных. Ведь огонь в таких домах распространяется быстро. Ну и соответственно, нашим силам, силам пожарной охраны, нужно реагировать на сообщения. Если, допустим, поступило сообщение о возгорании в таком доме, то нужно реагировать довольно-таки быстро. Двигаемся дальше. Жильцам 19-го дома по Большевицкой начальник пожнадзора рассказывает о сути рейда и недавних поджогах. На бумажников 6 тоже снаружи поджигали, Большевицкая 20 внутри поджигали. То есть там и на втором этаже и лестчатую клетку поджигали, и дверь на чердак поджигали. С одним из жильцов оценили состояние электропроводки в подъезде. Алексей показал, как у себя в квартире все по уму сделал. Мужчина считает, что не только поджигатели – угроза таким домам, а еще и проводка, и даже электрики. Бывает и замыкает, горит сама по себе перенагрузка, особенно по осени, когда отопление еще нет. Когда весной отключили отопление, то есть нагрузки тоже возникают большие. У нас провод тогда отгорел, электрика ждали до двух ночи, пришел и по ошибке переключил. Две фазы по квартирам дал на подъезд. И что случилось? Потом он восстанавливал то, что все сгорело. В смысле техника? Ну, полетели на втором этаже баки нагревательные, защита у них взорвалась, микроволновка. Вот, в седьмой квартире. В общем, будьте осторожны с электроприборами, внимательны на территории своего проживания. Потому что в чердачном помещении через пару домов тоже следы пребывания человека обнаружились. Так что, если что-то где-то заискрило, или кто-то с огнем и зажигалками подозрительные манипуляции проводит, звоните по единому номеру вызова экстренных служб 112. Антон Старостин, Крилл Литвин, телекомпания Соль ТВ.